Россия заняла почти все первые места в 14 весовых категориях в международном турнире Гран-при по самбо на Кубок губернатора Краснодарского края. Соревнования прошли в минувшие выходные в Краснодаре. Там же обсудили развитие этого вида спорта. Итоги работы партийного проекта «Единой России за самбо» подвели на площадке. В обсуждении приняли участие президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев и глава региона Вениамин Кондратьев. Самбо – это традиционный русский вид спорта, который закаляет стойкость духа и учит уважению к сопернику, говорит губернатор. Оно объединяет молодежь, поэтому в регионе занимаются системным развитием этой дисциплины. Самбо стала составной частью национальной культуры, в которую входят не только самые рациональные методики и техники борьбы, а прежде всего история страны, история побед. Самбо – это живой символ преемственности поколений. Это система патриотических ценностей, принципов справедливости, культуры здорового и безопасного образа жизни, нравственность сильной личности детей и молодежи. Конечно, самбо – предмет гордости. И художественная гимнастика – предмет гордости. Два вида спорта по-настоящему предмет национальной гордости. Потому что во всех таблоидах мира, во всех таблицах места происхождения написано «Россия». Сегодня в крае 1200 школ, в эксперименте. Обязательный урок самбо. Два дня в неделю. Потому что самбо – это и есть сила духа. Это уважение к сопернику. Это умение мобилизоваться, не растеряться. За доли секунды в голове найти решение, это мышление. Самбо, еще раз подчеркиваю, это наша возможность воспитать наше подрастающее поколение гармоничными, патриотичными, духовными. С точки зрения подхода к культуре, еще раз подчеркиваю, традиция. Потому что самбо, еще раз подчеркиваю, это элемент государственного воспитания нашего поколения. Это исконно наш вид спорта. Я уверен, что все вместе, все вместе мы сможем сделать так, чтобы в Краснодарском крае самбо было всегда на многие поколения. Вениамин Кондратьев также встретился с юными самбистами, поинтересовался успехами ребят в спорте и пожелал им дальнейших больших свершений. Тем более, что край подготовил почву для их развития. Сейчас регион – один из лидеров в стране по внедрению этого вида спорта в расписание учебных заведений. С 2018 года на Кубани реализуют проект «Самбо в школу». Его участниками стали больше 700 школ и более 470 тысяч ребят. 8,5 тысяч спортсменов занимаются самбо профессионально. 39 человек вошли в состав сборной России.